Продолжение следует... 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 несмотря на то, что технические все ресурсы у нас имеются. И вторая проблема – это отсутствие достаточного количества транспорта для того, чтобы это все также нам обслужить. Нам сегодня город дал один автомобиль дополнительно, нам дал НПЗ, нам дал АГК и нам дал Ачинский район. То есть у нас сегодня четыре автомобиля имеются дополнительно к нашим, но тем не менее этого тоже недостаточно. И еще бы можно получить еще по одному автомобилю, если бы была такая возможность. То есть плюс четыре. Вот, собственно говоря, это о тех проблемах, которые есть в больнице. Проблемы с медикаментами, проблемы с средствами защиты, они у нас случаются периодически от независимо нас причин. То есть ситуация такая с поставщиками по всей стране. На сегодняшний день все, что необходимо для лечения пациентов у нас имеется. Я сейчас говорю про инфекционный госпиталь, конечно. Но граждане города, да, вы сами понимаете, пока еще продолжают страдать от отсутствия лекарственных средств в аптечной сети. Скажем, они и есть средства, но в том объеме, в котором им необходимо, сегодня их недостаточно. Министерство здравоохранения по этому поводу администрацию ставила в известность. Татьяна Анатольевна Быкова присутствовала на совещании. То есть мы ожидаем поступления к нам медикаментов для того, чтобы распространять противовирусные препараты через наши поликлиники для больных граждан. В каком объеме они поступят конкретно к нам, мы пока не знаем. Разнарядка еще не поступила. Вот такие вот основные проблемы, которые в сегодняшний день существуют. Ирина Владимировна. Медикаменты действительно все есть в наличии и антибиотики, и противовирусные препараты. Единственное, нам немножко попроще, чем учреждению межрайонной больницы. У нас пациенты 30% это идет на долечивание. Это те, которым уже не требуются противовирусные препараты. Поэтому мы в таком количестве, как межрайонная больница, в них не требуемся. То, что касается работы амбулаторной службы, то у нас она выстроена на сегодняшний день. Работает ежедневно три ковидные бригады и три бригады не ковидные. Этого на сегодняшний день достаточно для того, чтобы в течение дня полностью все детское население обслуживать. В рабочие дни у нас до 22 часов, в выходные дни до 18-19.00. По машинам нам дополнительно город выделяет три автомобиля. Два автомобиля понедельник-вторник в утренние часы в первую смену. Это требуется для того, чтобы тот поток пациентов, который накопился за выходные, соответственно, мы могли за понедельник-вторник спокойно обслужить. Еще раз повторюсь, ежедневно работает шесть бригад. Три ковидные, три не ковидные. И еще третья машина у нас приходит среда-четверг-пятница во вторую смену для того, чтобы перед выходными опять же разгрузить и максимально в ноль выйти на выходные дни. В выходные дни у нас работают и субботу-воскресенье поликлиники, работают выездные бригады. Также хочется отметить, что приход пациентов в поликлинику в выходные дни незначительный поток. И количество за последние две недели идет на снижение количества обращений не ковидных пациентов. То, что касается вопросов в основном дозвонов, недозвонов, сразу скажу. Мы организовали, открыли порядка месяц назад горячую линию. На горячей линии у нас находятся старшие медсестры детских поликлиник. И основные вопросы – это когда будет мазок, когда результат мазка и так далее. То есть на эти телефонные звонки, в принципе, мы отвечаем. И ежедневно это порядка на все номера телефонов – это около 300 звонков. То, что касается регистратур, они во все времена у нас были заняты в первые утренние часы с полвосьмого до полдесятого. И даже не связано с коронавирусом. Всегда это было. Сейчас мы провели переговоры, и компания «Интермедиа» попытается нам помочь с точки зрения организации так называемого единого номера телефона, чтобы люди в том конце провода хотя бы понимали, какие они там на очереди. То, что сегодня организовано у Дениса Юрьевича в одной из поликлиник, хотя на самом деле это не даст результата для пациентов, того, что они услышат. 15-й они или там третий, или они этого не услышат, по большому счету, это ничего для них на самом деле не поменяет. Единственное, что мы для себя будем понимать, насколько эта очередь на телефоне разгружается. Но сегодня мы провели, опять же, свою внутреннюю аналитику. Мы спокойненько в 11.00 уже до детских поликлиник дозванивались. Это говорит о том, что, в принципе, большого вала в детских поликлиниках, в вызовах нет. Дальше. Мы также для себя разделили ежедневно в 22.30 не отчитываются. Я эту информацию уже вижу. Количество вызовов, сколько мы обслужили, сколько не обслужили. И все вызова, которые мы не обслужили, мы, соответственно, 100% поставлена задача обзвонить родителей этих детей для того, чтобы четко понимать, в каком состоянии ребенок требуется ли помощь, консультация, или просто банальный какой-то совет. Поэтому на данный момент, за последнюю неделю у нас нет ни одного вызова, который бы не остался не обслуженный. Либо выезд, либо, опять же, обзвон. То, что касается госпиталя, опять же, вернуться. То есть на сегодняшний день у нас находится 87 человек, из которых 3 ребенка и 4 беременные. Свободных коек немного. Поэтому заполняемость ковидных госпиталей идет по тяжести состояния. В принципе, у меня основное все. Предложения, наверное, в процессе обсуждения какие-то я свои тоже буду озвучивать. Спасибо. Спасибо, Александр Петрович. Коллеги, вопросы наши? Денис Юрьевич, а скажите, пожалуйста, кто у нас сейчас руководит НПЗ больницей, на горе, которая находится? Она под чьим контролем? Сейчас, нет, этот филиал, это филиал номер один в нашей больнице. Сейчас на ее базе развернут инфекционный госпиталь основной в нашей больнице. И там основной заведующий на больничном листе, там исполняет обязанности доктор, да? Стермор, Валерий Николаевич. Ну, Денис Юрьевич, просто вот я сейчас отчет послушала. Мы вроде как все справляемся, да, есть определенные проблемы, но просто в пятницу было обращение к Владимиру Николаевичу, видеообращение. Дело в том, что мы очень долго искали у кого подтвердить информацию и как потом, каким образом помочь. И даже когда помогли, главный вопрос людей, которые принимали помощь, был, как мы это будем оприходовать. Понимаете? Я почему говорю, что если заведующий болеет, то получается, что вот если вы как главврачи на своих местах, на месте непосредственно решаете проблему, то там, где нет главврача, люди на себя ответственность не берут. И от этого и получается, что обращение на телевидение, введение как бы в заблуждение людей о том, что все плохо, все лекарств нету и больницы не справляются. И даже люди, когда хотят помочь, они не знают, к кому обратиться и куда обратиться. И поэтому все-таки от вас мне бы хотелось услышать реально, что есть проблема, и вот нам нужно вот это решить. Не хватает кроватей, не хватает одеял, значит, одеял. Это же, чем мы услышим больше проблем, это же не то, что вы не справляетесь. Это просто действительно ситуация чрезвычайная. Ее невозможно предугадать, количество людей, которые у вас будут болеть. И это нормально, когда чего-то не хватает. Поэтому все-таки давайте вот ближе более к реальности, что действительно не хватает того и того, и надо сделать. Привлечь предпринимателей, значит, давайте привлекем предпринимателей. Потому что город все равно, надо понимать, будет решать достаточно долго эту проблему. Если по волонтерам, у нас есть опыт волонтерского центра, давайте спросим у них, как это правильно решить. Если нужен колл-центр, который будет разговаривать, сколько людей. У нас есть медицинский техникум, правильно, который, наверное, студентов надо привлекать. Но все-таки вам более должно быть ясно, какая помощь вам нужна от нас. А то мы, я так чувствую, сейчас поговорим и на том же уйдем. Спасибо. Значит, не совсем я понял по помощи. Все вопросы, которые касаются помощи, да, там не заведующий филиал должен быть в курсе, а в первую очередь должен быть в курсе руководитель. То есть я конкретно, если касается МРБ. Да, спасибо, значит, Чернышенко за помощь с кроватями. Также нам сегодня привезли длинноземного комбината, еще 30 кроватей. Там с этим проблем нет. То есть нужно, чтобы руководство знало. Когда, конечно, привозят, и люди не знают, что это, и откуда, и для кого, но они там впадают просто в ступо. Руководитель должен об этом узнавать в первую очередь. Тогда таких вопросов не будет. Просто конкретно спросили, кому позвонить, и кто за это отвечает. И очень долго, да, вот это вот было один телефон на другой телефон. Если бы ваш телефон непосредственно дали, да, мы бы... Но с другой стороны, почему вас, как руководителя главного, надо беспокоить для того, чтобы передать какую-то помощь? Я не стала вам звонить и отрывать, только из-за того, что я понимаю вашу нагрузку. Нет, нет, нет. Все такие вещи... Все-таки через вас все-таки... Что через руководителя осуществляется, всегда осуществлялось, конечно. Ну, это наша обязанность. Смотрите дальше. Я озвучил две проблемы основные, которые имеются сегодня. Мы, безусловно, их решаем своими силами. Я просто это не озвучиваю все подробно, да. Да, у нас 4 кол-центра, да, они физически не справляются. Мы привлекли волонтеров из медицинского училища для обзвона контактных пациентов. То есть не больных, а контактных. Потому что для контактных нужен медицинский сотрудник. Ой, для больных нужен медицинский сотрудник. Сегодня я провел переговоры со стоматологической поликлиникой. В пятницу пришел приказ министра, точнее распоряжение, а не приказ, о том, чтобы перевести часть незадействованного персонала стоматологических больниц в помощь инфекционным подразделениям. То есть мы сегодня вечером созваниваемся, определяемся, сколько людей, медиков они нам дадут. Тем самым, учитывая их специфику работы, мы их посадим как раз на дозвоны и так далее. Потому что там нужно медицинское образование. Все равно, как бы так или иначе, даже при наличии чек-листа, который мы тоже дадим, там нужна подготовка соответствующая. Так, затем что еще? Кроме того, и в ковидные бригады, мы сейчас, учитывая, что у нас с выходных позавалело опять несколько сотрудников ковидных бригад, которых у нас развернуто 12, к слову сказать, четверых старших курсников нашего медицинского училища. Ну, понятное дело, это с их согласия все произойдет, но тем не менее это будет вот таким образом организовано. Поэтому две проблемы. Проблема в материально-техническом снабжении, она такая, она относительная и не критичная. Абсолютно критичная проблема – это медицинский персонал, ну и транспорт. Транспорт тоже, он не настолько, как сказать, это опять же доезд до граждан. Потому что мы работаем и до 24 часов порой вызова обслуживаем. То есть мы уже в этом режиме находимся давно. Вот как 23-го числа у нас начался подъем в сентябре, так мы столько времени в таком режиме все поликлиники работают. То есть крайне сложно это все. То есть я озвучил конкретные проблемы. Говорить про что-то еще там, что-то материальное – нет. Нам вот в этой части, только по транспорту я вижу, реально помочь. Ну вот Александр Петрович предложил создать кал-центр, да, на базе, допустим, там администрации с немедицинскими сотрудниками. Как мы будем с ними взаимодействовать? Надо это смотреть. То есть это предложение может быть и хорошее. Как дальше это будет? Потому что на самом деле у меня сегодня очень плотно все в поликлинике. Там, ну вот, патовая ситуация. Еще пока не матовая, но патовая. Вот реально. Говорю, сегодня утро было, ну, очень напряженно. Скажите, пожалуйста, у нас есть в городе техническая возможность организовать прием, допустим, заявок на вызову пациента по электронной почте. Потому что такую услугу в Хакасе организовали, там пациенты пишут свой адрес, свои контактные данные, симптомы свои. В принципе, электронное сообщение тоже обрабатывается. Повторюсь еще раз. Это предложение прозвучало на штабе главы от Марины Черных. Предложение, на первый взгляд, замечательное и хорошее. Но я еще раз говорю, у нас нет проблем с технической частью. У нас кал-центры есть, телефоны есть. У нас нет сотрудников, которые бы это сидели и занимались. То есть они сидят до последнего, принимают звонки, а звонки не заканчиваются. То же самое, когда надо работать по звонкам или какого-то другого человека, который бы занимался внедрением. Это же не просто так. Это вызов, по сути. Мы должны его полностью оформить и записать. То есть это, на самом деле, облегчение в работе нам не даст. Ну, увеличить некую, вообще продолжительность, не знаю. По телефону это все намного оперативнее делать, чем через электронную почту, на мой взгляд. Ну, это психологически снизит напряженность среди жителей города, потому что недозвонивший человек чувствует свою беспомощность. Когда он посылает электронное сообщение, у него больше вероятность, он понимает, что больше вероятность того, что его учат. Ну, если только с психологической точки зрения, но мы с вами понимаем, что на самом деле реальной пользы от этого не произойдет. Все вопросы, коллеги? Добрый день. Вопросы. Я хочу сказать. Людмила Наполеевна. Здравствуйте. Еще раз. Денис Юрьевич или Александр Петрович, кому вопросы адресовать, не знаю. Сегодня мне позвонил Пурдык Дмитрий Александрович. У него малыш из садика принес домой вирус, подтвержденный ребенку 3,5 года. Приехал фельдшер, родителям сказал сидеть на самоизоляции. Так вот, родители сейчас не могут выписать себе больничные листы. Вот как решить эту проблему? Дали им номер телефона 6-85-54. На сегодняшний день, вот сейчас именно я снова трубку подняла, попыталась набрать, там постоянная идет занятость. Телефон занят. Люди волнуются, переживают, не знают, что им делать. Вот позвонили ко мне. Пожалуйста, прошу. По больничным листам никаких проблем не будет. То есть больничный лист выписываем этим пациентам задним числом. Это нормальная ситуация. И сейчас плюс еще приказ Минздрава должен быть новый, пока я его не видел еще, по поводу выписки сразу на 14 дней пациентам этим. За больничные листы люди могут абсолютно не опасаться. И еще такой момент важный. Хоть мы, поликлиническая служба полностью перегружена, да, стационар у нас тоже максимально заполнен, но справляется, скажем так, со своими задачами. У нас остается скорая помощь, которая тоже, там больше 200 вызовов в сутки обслуживает пациентов на сегодняшний день. Практически в 2,5 раза превышает их норматив. И также болеет коллектив, там 33 человека на больничных листах. Но тем не менее, на экстренные вызова они как доезжали за 20 минут, так и доезжают. Поэтому, если у человека есть ухудшение состояния, это я сейчас для всех говорю, коллеги. На самом деле, там не так страшно, и этот мазок ждать тоже большого смысла нет. Это только перед выпиской важно, когда ты выходишь, уже понимаешь, что ты никого не заразишь. Важно состояние самочувствия, клиническое состояние, если ты не задыхаешься там и так далее. Поэтому скорая помощь вызывает и принимает, либо консультирует диспетчер, непосредственно опытный сотрудник, либо отправляет машину скорой помощи туда. Сегодня скорая помощь, вот эти наши, скажем так, недоработки по амбулаторно-политетической службе берет на себя. По больничным волноваться не нужно. Больничные все получат, независимо от того. Дмитрий Юрьевич, а что сейчас мне им ответить? Что им сейчас делать? Они волнуются, переживают. Простите, если у нас у каждого, на самом деле, столько звонков и частных обращений, если мы пофамильно будем сейчас обсуждать, мы не решим проблему. Давайте... Понятно, понятно. Но людям, пожалуйста, ответить надо. Дмитрий Юрьевич, прошу прощения, я услышала... Подождите секундочку, я отвечу вот в целом. Смотрите, больничный лист, по этому конкретно случаю, и не только по этому, этих случаев много, когда ребенок болеет, родители-то еще не болеют, они идут контактные. Мы, больничный лист, выписываем на основании постановления Роспотребнадзора, которые придут сотрудники и вручат лично в руки этим гражданам. Понимаете? Без этого постановления и дубликат получаем мы в поликлинике, мы отрабатываем потом, соответственно, по этому постановлению. Без постановления они, по сути, не являются контактными на сегодняшний момент. Вот так. Да. Денис Юрьевич, давайте все-таки вернемся. В пятницу действительно была проблема с матрасами, одеялами, кроватями. Нам тоже шли сообщения о том, что у вас персонал спит на голых сетках, не пациенты, а персонал. Вот скажите, сегодня, после того, как к вам пришло матрасы, там, одеяло, я не знаю, что, сегодня есть дефицит, вот по-честному скажите, дело не в том, что вы недорабатываете, а чем помочь, мы для этого здесь собрались. Нет, нет необходимости. На сегодняшний день мы получили 60 коек с матрасами. Нет необходимости. И постельное белье там тоже есть. Постельное белье мы покупаем самостоятельно. Ну, вы и матрас, и одеяло. То есть дефицита сегодня нет в этом? Нет. Скажите, а можно ли наладить? Вы сказали, у вас есть проблема с транспортом. Можно ли наладить вот такую же службу, как с Александром Петровичем, довези врача? То есть, если вы ездите не к ковидным пациентам, а к простым пациентам, понятно, что неизвестно, ковидный там, он не ковидный, чтобы работали волонтеры, просто водители. Есть ли такая возможность? То есть, давайте все-таки обсудим неквалифицированно. Мы вам, медиков, не родим на утро. Поэтому давайте обратимся к людям, которые готовы сегодня помочь. И нам много звонят. Чем помочь, скажите? Неквалифицированной помощью. Я вас услышал, да. Смотрите, какая ситуация. У нас по потоку обращений, ну, с нашим... Слава Богу, я рад за Александра Петровича, что у них не такой несравнимый поток. И поэтому наш дефицит кадров, если мы будем не системно отправлять, а мы понимаем, что эти люди, они не могут системно работать, они по возможности смогут помогать. Мы просто потеряем этот ресурс, и он будет еще в большем дефиците, чем сейчас. То есть нам нужна плановая, четкая работа, что мы понимаем, столько, 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 столько по часам, все дни расписаны. По минутам даже, а не по часам, понимаете? Давайте у Александра Петровича спросим опыт его работы. Если неудачный, тогда не будем продолжать. У него нет такой перегрузки по медицинскому персоналу, еще раз подчеркиваю, как у нас сегодня. Она у него есть, но не такая выраженная. Может быть, все-таки у Александра Петровича уточню? Пожалуйста, конечно. Там менее опыт такой есть? Да, добрый еще раз день. Ну, давайте начну с последнего вопроса. На самом деле опыт положительный, хочу сказать. Мы сами не ожидали такого количества жителей, граждан, которые откликнутся. И за одну неделю к нам обратилось свыше 50 человек, готовых по времени отработать. Первые два дня, конечно, было нам сложновато, потому что это, опять же, надо было выделить человека организационно, кто бы за это отвечал. Но я что хочу сказать. Кто-то готов на час, кто-то конкретно на два часа, кто на полдня, кто на вечер, кто на утро, кто на завтрашний день. Тем не менее, да, нам требовалось, в принципе, две-три машины таких дополнительных в день. И люди действительно помогали, за что им огромное спасибо. То, что касается, да, были моменты, когда мы людям отказывали, потому что оно не совпадало время и место наших докторов, да, и возможности тех, кто нам предлагал эту помощь. Но от этой, опять же, работы, от этой помощи мы отказываться не будем. Мы использовали именно вне ковидные бригады. Тем самым, самое-то главное, мы высвободили автотранспорт, служба обеспечения, который нам дает также Денис Юрьевич. А вот те машины мы максимально использовали для ковид-бригад. Поэтому, опять же, ни одного заразившегося медицинского работника и, надеюсь, волонтера-водителя за этот период у нас не произошло. Поэтому опыт положительный. То, что касается, можно я в продолжении темы скажу, то, что касается детей, вот задавали вопрос. Телефон, который вы указали, это телефон МРБ. Здесь, значит, я делаю вывод, что это ребенок, скорее всего, Сачинского района и фельдшер, который подчиняется Денис Юрьевичу, да, скорее всего, передал данные туда. Так как, если бы вы указали номера телефонов не на пятерку, которые начинаются, а на другую цифру, наши телефоны, то я вас уверяю, то есть телефоны мы все отрабатываем день в день. Но если только выпадает на субботу, это может быть воскресенье, воскресенье на понедельник. По детям у нас как раз проблем нет. Потом давайте индивидуально посмотрим все-таки, откуда этот ребенок, с какой пропиской и так далее. Это индивидуально, потому что по детям мы очень сильно переживаем. Я еще раз говорю, в день по 40-50 человек у нас добавляется детей, по 40-50 человек выходят. Это не про район это. Ну, тогда почему телефон МРБ указали, так непонятно. Дети прикреплены в городе к нашему учреждению, в Ачинском районе прикреплены, они получаются к фельдшеру, и фельдшер дает номера телефонов в межрайонной больнице. Здесь давайте потом индивидуально поразбираемся, потому что, возможно, где-то какая-то ситуация, сбой произошел, не те телефоны, и, соответственно, не те, не там, и не то ищут. Это касаемо... Давайте я сразу тогда предложение скажу, какое имеется у меня по поводу создания колл-центра общегородского. На самом деле, я этот вопрос озвучивал на прошлой неделе на штабе главе города, исполняющего полномочия Петру Яковлевичу Хохлову. В протокол совещания этот вопрос внесен. На самом деле, наше видение, что необходимо действительно создать колл-центр общегородской. Сегодня он нужен, да, по вопросам COVID, по вопросам системы здравоохранения в силу пандемии. Да, он нужен. Вопросов много. И та система колл-центров у Дениса Юрьевича, и та система, так скажем, телефонизации, которая имеется в детском здравоохранении, конечно, она перегружена. И то количество звонков, которое поступает или даже недопоступает, оно превышает, ну, наверное, в десятки раз возможности. Почему я говорю, что этот опыт есть и опыт положительный? Мы смотрим опыт других регионов. И в других регионах, ну, конечно, нам сложно сравниваться с Московской областью. Я регулярно присутствую на совещаниях, которые в открытом доступе губернатор проводит, Воробьев. И там четкий есть центр управления регионом, ЦУР называется. Так вот, на базе ЦУР можно на любой территории более мелкие, так скажем, колл-центры и так далее создавать. Сейчас вопросы идут. Коронавируса. Что для этого требуется? Для этого требуется сеть, телефонизация, да, которая позволяет. Для этого требуется 4-6 человек немедицинского персонала. Почему я говорю 4-6? Потому что мы реально не знаем, сколько звонков не дозванивается и сколько таких типовых вопросов возникает. Соответственно, мы готовы взять на себя, я это озвучивал, обучение, так скажем, этих специалистов, немедицинских работников, чтобы, опять же, не затрагивать наших медработников, которые нам нужны сегодня для работы в поликлиниках, для работы в ковидных госпиталях. Этих работников буквально за день-два можно обучить. Единственное, конечно, условие, эти работники должны работать не один-два дня, иначе ресурс этот будет потерян и смысл. Они должны работать в течение 20-30 дней. Вопросы типовые, вопросы одни и те же. У нас эти вопросы есть, так скажем, понимание вопрос-ответ есть. То есть надо понимать, на какой базе. Это управление образованием или центр соцзащиты, или еще как в самой администрации города есть такая система. Я пока на это ответить не могу. Мы ждем ответ администрации города, какую площадку они готовы предоставить. Готовы каких людей туда нам показать, посадить. Мы готовы их обучить. Соответственно, обратная связь как должна выглядеть. На самом деле есть вопросы, которые легко решаются этими работниками. Это примерно 80-90% всех вопросов. Процентов 10-20 вопросов, которые не решают работники этих колл-центров. Тогда они эти вопросы передают на утро следующего дня в медицинские организации. И медицинские организации, соответственно, вот на те вопросы, на которые не смогли ответить в колл-центре операторы, отвечают непосредственно главные врачи или ответственные назначенные лица. Такая система работает и в других регионах. И нам надо просто взять этот опыт и использовать его у себя. Я почему говорю, что это не только касается сейчас времени, потом закончится ковидная наша пандемия, начнутся вопросы общегородские, обращения по ЖКХ, по другим вопросам. И действительно, это тот самый ресурс, который позволяет непосредственно работать с нашими гражданами и их вопросы приближать к нам с вами и к решению этих проблем. Это на самом деле очень важно, но сейчас очень важна система здравоохранения. И она у нас сегодня действительно несколько уходит в никуда, в связи с тем, что люди остаются со своими вопросами один на один. Поэтому вот такое предложение у меня было. И еще есть одно предложение, пока мы его не отработали, сразу его озвучу. На самом деле есть еще одно звено, которое в этой системе очень сильно теряется. Это взаимодействие с центром гигиены. Вопрос-то здесь какой? Дело в том, что вот о чем Денис Юрьевич говорит, что пока мы не получим постановление, мы не знаем контакт, но не контакт и так далее. Нам в детской сети, и мы это делаем, я это уже неоднократно озвучивал, мы зачастую сами вперед находим этих контактных лиц, сообщаем в Роспотребнадзор и получаем постановление, не дожидаясь от них, то есть от обратного идем. Но у нас поток пациентов несколько ниже, и поэтому мы с этим справляемся и успеваем. Так вопрос в чем? Здесь необходимо помочь как раз центру гигиены. Вопрос в чем? Они этих контактных выдают постановление на Роспотребнадзор и так далее. Вопрос в том, что сегодня нет конкретной взаимосвязи центра гигиены, мы разные структуры, они федеральная структура, мы региональные, у нас разные базы данных и так далее. Для того, чтобы они, например, много тратят времени на то, чтобы выписать постановление, найти адрес того или иного пациента. Это вот практически такой вопрос. Для того, чтобы им найти, им надо помочь, каким образом им быстро находить в какой-то базе информацию, соответственно, быстро выписывать постановление, не затрачивая на это много времени. Я своим программистам дал поручение, но пока это с утра было поручение, до обеда ответа мы не нашли. Базы разные, каким образом? Потому что как происходит? Центр гигиены садится на общие телефоны, которые наши регистратуры, и начинает точно так же сидеть на телефонах, ждать, когда кто-нибудь возьмет трубку и ответит им. Да, адрес, подтверждаем и так далее. Понимаете, вот в этом проблема именно касаемых быстрых выдачи постановлений на сегодняшний день. Ну и, конечно, им тоже нужны люди, они тоже болеют, поэтому мы говорим не только про систему здравоохранения в лице двух учреждений, это Денис Юрьевич, межрайонная больница и наше учреждение, но здесь надо, конечно, посмотреть и помощь сотрудникам Центра гигиены и Роспотребнадзора. Я думаю, им тоже волонтеры бы не помешали, которые бы быстро вносили постановления и выдавали, развозили их людям. У меня все, спасибо. Спасибо, Александр Петрович. Давайте мы предоставим слово Татьяне Анатольевне. Я бы просто хотел проговорить, я сегодня встретился с компонентом Ольгой Викторовной, Центром гигиены. Я ездил к ним и разговаривал, какие у них вопросы возникают и как им помочь. Поэтому, раз мы тему эту уже затронули, я бы хотел ее озвучить сейчас. Смотрите, сегодня в Центр гигиены поступает более 500 обращений в сутки. Это огромное количество обращений. И главный руководитель говорит о том, что ей сегодня требуется 10 человек, это минимум 10 человек со своими компьютерами, с телефонами. Она их готова разместить у себя в здании, в актовом зале, чтобы эти люди помогали, обзванивали людей, уточняли номера телефонов, где люди проживают. И потом уже, когда люди заразившиеся, на них формируется постановление и отправляется в Роспотребнадзор. А Роспотребнадзор уже конкретно формирует документ, на основании которого человек не может покидать свое место, где он находится. Поэтому, понимаете, это очень большая-большая работа, которую нужно помочь именно в взаимодействии с Центром гигиены. И второй вопрос руководителя озвучила, что должен быть какой-то номер телефона, чтобы они не сидели на общем телефоне, а конкретно уточняли адрес, где же находится человек, который является не заболевшим, но контактным. Вот у меня по этому вопросу все. Все-таки давайте слово предоставим Татьяне Анатольевне от администрации. Татьяна Анатольевна у нас на связи? Добрый день, коллеги. Меня слышно? Слышно. Коллеги, я выслушала также все проблемы, которые были обозначены, и все, что делается с этой стороны наших двух медицинских организаций. Что остается добавить? Действительно, штабы у нас проводятся еженедельно, начиная вот с того еще, с первой волны пандемии, с апреля месяца. На сегодняшний день уже прошло 39 штабов. Все проблемы абсолютно знакомы. Все вопросы обсуждаются еженедельно. Мы, работая на штабе, стараемся принимать решения и очень оперативно их выполнять. Что касается автотранспорта, коллеги сказали, что буквально вот как только предложение прозвучало, автотранспорт в тех объемах, каким мы располагали на те дни, был выделен. Что касается создания колл-центра, действительно, Александр Петрович озвучил свое предложение в пятницу. У нас в пятницу был штаб. Сегодня в течение дня и завтра мы еще ведем переговоры, на какой базе мы сможем этот штаб, вернее, этот колл-центр организовать. Буквально на сегодняшний день у меня намечены были тоже переговоры уже в вечернее время с Александром Петровичем, чтобы переговорить, где и как мы можем обучать тех людей, которых наберем. Поэтому этот вопрос находится в работе. Я не думаю, что у нас будут проблемы с местом. У нас вот у учителя, который на сегодняшний день из работы выпал в связи с тем, что мероприятие не проводится, таким образом мы колл-центр можем там организовать. Вопрос вот с людьми и с их обучением. Я думаю, это вопрос в двух-трех дней, и мы сможем, по крайней мере, попробовать, что у нас получится. Что касается с машинами, я думаю, наверное, стоит продолжить вот тот опыт, который у Александра Петровича есть. Это водители-волонтеры. Наверное, найдутся у нас в городе люди, которые смогут и здесь помочь. Но если ситуация катастрофична, будем рассматривать еще вопрос выделения транспорта со своей стороны. Что касается профилактических мероприятий, конечно, их делается достаточно много. И все публикации в СМИ, и посты в Инстаграм, и то, что у нас сейчас вместо двух мобильных бригад по городу ходят четыре мобильные бригады и с объяснительной работой, и с контрольной миссией. Параллельно работают, конечно, полиция и Роспотребнадзор, но, опять же, вот сегодня было сказано, что люди действительно болеют. Даже те, кто выходит в мобильные группы, тоже подвергаются заболеванию, поэтому здесь вопрос сложный, но, тем не менее, мы не останавливаемся. Предложения, которые прозвучали, все предложения находятся в работе, готовы отрабатывать оперативно, быстро, лишь бы только это приносило помощь. Если есть ко мне какие-то конкретные вопросы, я готова на них ответить. Коллеги? Я не знаю, конкретно у меня к Татьяне Анатольевне вопросы. Я услышала, что вопросы по созданию общегородского кулцентра – это вопрос трех дней. Не пора ли тогда уже объявить о наборе волонтеров, готовых в нем поработать? Тогда давайте определяться с критериями к этим кандидатам. Нет, Наталья, давайте буквально сегодня еще мы этот вопрос отрабатываем. Затем, если нужно будет волонтеров добирать параллельно с нами, тогда мы к вам обратимся. Пока сейчас речь идет у нас о студентах старших курсов нашего Ачинского педагогического колледжа, это преподаватели физической культуры, которые более-менее ближе к медицине, в силу того, что там есть такие предметы, которые необходимо знать этим людям. Есть у нас еще идея переговорить с бывшими медицинскими работниками, которые сейчас находятся на пенсии. Такие тоже люди есть. Давайте мы сегодня до конца дня эту ситуацию отрабатываем. Дальше с Александром Петровичем обговариваем кандидатуры, могут ли они обучаться, как быстро это обучение пойдет. И если нужно будет, мы объявим дополнительно по волонтерам какую-то информацию. Тем более, что у нас с сегодняшнего дня еще начинают работать волонтеры при нашем молодежном центре Сибирь. Но это волонтеры по адресной помощи уже людям, по доставке лекарственных препаратов, питания людям 65+. Там тоже есть еще потенциал молодых ребят, которые тоже смогут работать. Поэтому мы отработаем, дальше обратимся, если у нас будут затруднения. Так, и еще я услышала про то, что вы поддерживаете идею помочь транспортом и Денису Юрьевичу. Может быть, мы Дениса Юрьевича еще раз услышим. Денису Юрьевичу мы помогали транспортам. Мы выделили машину Сокола у нас, лагерь Сокол. Выделили машину на постоянной основе до декабря. Провели переговоры с НПЗ, выделили оттуда машину. Ну и были предварительно переговоры с АГК, они тоже выделили машину. Посмотрите, я слышу, я слышу, что еще нужны машины. Я говорю, здесь, наверное, нужно будет обратиться к волонтерам, просто людям. Свои ресурсы сейчас еще посмотрим, потому что тоже... Татьяна Анатольевна, волонтеры-то готовы. И у Александра Петровича, если что, можно перебросить волонтеров. Денис Юрьевич готов организовать эту службу, потому что все равно обрабатывать эти заявки нужно. Ну вот, к нему уже вопрос. Давайте у него и уточним тогда. Я хочу... Коллеги, у меня конкретное предложение. У меня по договору с Ащинским транспортом нанимаются газели. Мы готовы от них отказаться в пользу передачи данного транспорта под то, что говорит Денис Юрьевич, под его потребность. Угу. Это вот раз. Второе. Я так слышу, нам необходимо два колл-центра. Первое, это то, говорит, что Александр Петрович готов обучить. По каким-то минимальным медицинским показателям, которые будут принимать телефоны граждан по их проблемам. А второе, то, о чем говорит Роспотребнадзор по обработке, 10 человек, которые необходимы по обработке и выдаче предписаний в разводе. Так? Да, да. Татьяна Анатольевна, то есть получается... Ну, наверное, да. Я от Роспотребнадзора, я только сейчас вместе с вами услышала информацию. Татьяна Анатольевна, вы же четко поняли. Нам надо помогать Роспотребнадзору. 10 человек показать полцентра. И 10 человек на базе дома учителя для обработки телефонов граждан, которые там имеют определенную симптоматику. Я слышу, Александр Юрьевич, но мне тоже у нас с Ольгой Викторовной созвониться, потому что нужно понимать уровень квалификации тех сотрудников, которые нужны им. Если я по Александру Петровичу уже понимаю, какие нужны, с ними сегодня, сейчас я тоже с Ольгой Викторовной свяжусь, обговорю, беру это на себя сейчас. Татьяна Анатольевна, я вам по личному опыту могу сказать, что особой квалификации не надо. Звонит вам девочка, спрашивает, где вы живете, когда вы последний раз контактировали, какие у вас признаки, нужен ли вам больничный. Все записывает и говорит, ждите постановления. Все. Вот там никаких медицинских даже знаний, ничего не надо. Потом мне через 4 дня пришло на Вайбер постановление о том, что я контактный человек и до какого времени я должна находиться. Это было... Вы про Роспотребнадзор, да, Лидий Николаевич? Это Роспотребнадзор. То есть, по идее, никаких знаний особо, ничего не надо, как уточнить, где человек живет и кто с ним контактировал еще, и дальше пойти обзванивать. Здесь вообще набор минимальный надо. Может выполнять любой человек. Татьяна Анатольевна. Хорошо, мы переговорим с Ольгой Викторовной сегодня же. Татьяна Анатольевна, мне кажется, можно использовать активных пенсионеров. Да. Советы ветеранов привлечь. Негосударственный фонд пенсионер. Там очень активные пенсионеры, такие толковые. Я услышала, услышала. Буквально сегодня до конца дня я переговорю с Ольгой Викторовной и с нашими руководителями на ветеранском движении, с Светланы Алексеевной. Посмотрим. Я приняла вопрос в работу. Отработаем этот вопрос. Только не забывайте, плюс 65. Пять, да. Тут надо очень слово. Потому что надо аккуратно. Вот я хотел бы... Добрый день, дорогие друзья. Я бы хотел еще добавить, продолжить то, что там Денис Юрьевич сказал, что они там переговорили со стоматологами. С стоматологами, да, что они там готовы выделять. Можете обратиться и в медсанчастие длинноземного комбината и железной дороги. Может, они специалистами уже более такими квалифицированы и помогут. Ну, а то, что этот центр нужен, это действительно... Почему вот это черпаем, некоторые вещи, это из сетей, когда пишут про матрасы, про нехватку лекарств. Вот я сегодня от нашего имени отвез на привокзальный микроволновку и два чайника электрические для того, чтобы люди могли подогреть то, что и кормят, и чайку попить. Поэтому вот это мелочи. Но оно лишний раз показывает, что мы не забываем о тех, кто там лежит. Мы не забываем о тех врачах, которые лечат. Очень просили поблагодарить врачей, которые, несмотря на то, что сами болеют, делают все для того, чтобы помочь этим людям. Поэтому и Лебедеву, и Третьякову передают то, что говорят мне люди. Ну, а то, что этот центр делает, это однозначно нужно. И чем быстрее, тем лучше. Потому что ситуация, она, к сожалению, не улучшается. Нам бы сейчас хотя бы ее застабилизировать. У меня все. Можно я еще дополню один вопрос очень важный? Смотрите, я его озвучил, может быть, кто-то не услышал. Самое главное – наладить взаимодействие с Центром гигиены и МРБ. Потому что дозвониться, как мы уже озвучили вопрос, до МРБ и уточнить адреса невозможно. Поэтому прошу это тоже взять во внимание. С Ольгой Викторовной мы этот вопрос также обсудили. Спасибо. Мы в протоколе все отразили. Елена Владимировна, позвольте, я вот маленько выскажу свои соображения. Вот первое, да, про кал-центр, который предложил Александр Петрович. Идея в том, в смысле, что этот кал-центр должен быть универсальный в части работы на перспективу. Вот вы услышите, тут волонтерами там качественную работу не наладить. Потому что, во-первых, волонтеры будут меняться. Мы с этим столкнулись, с нашими медиками. То есть они не могут на постоянку находиться и делать одну и ту же работу. Они 100% будут меняться. Это 100% нужно будет повторно их обучать и так далее. То есть этот центр, если делать его эффективным реально, да, на перспективу, его нужно делать со штатными, чуть ли не со штатными. Не знаю, пока их вести как какие-то временные, не штатные. Это надо администрация, да, чтобы подумала. И, соответственно, туда людей садить, безусловно, никаких не пенсионеров. Туда нужно садить активных молодых людей, которые справятся на самом деле вот с этим огромным потоком звонков и адекватно будут реагировать. Обученные люди, желательно, чуть ли не штатные сотрудники, с возможным потом перепрофилированием по разным другим направлениям, которые будут в перспективе этим центром пользоваться населением. То есть это вот первое соображение. И Александр Петрович, наверное, со мной согласится, он это так и подавал. То есть это не только что медицинскую проблему решать. Это нужно на перспективу делать для центра. У нас, по сути, есть, да, как это, подразделение в администрации города, Центр обеспечения жизнедеятельности, как он называется, да? Да, да, да. Вот нужно посмотреть в их сторону и подумать, и сделать, может быть, на базе их как раз это и есть, собственно говоря, жизнеобеспечение города, да? Теперь второе. По поводу взаимодействия медицинских организаций, я так скажу это, ФГУ и Роспотребнадзора. Татьяна Анатольевна, обращаться к кому-то, либо компонент, либо, господи, в Роспотребнадзор нужно совместно, нужно их... Алёне Владимировне. Да, 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 что-то выпало из головы. Там проблема на другом уровне. Ну, то есть она и эта есть проблема, но и другая проблема там есть. То есть там всё, краевое взаимодействие задействовано. То есть они получают... То есть цепочка такая, ФГУС получает результаты исследований из краевой лаборатории ФГУС, затем обрабатывают это всё, определяют по разным источникам. У нас они не звонят на общий телефон, они звонят определенным сотрудникам на самом деле, просто эти определенные сотрудники тоже сейчас у нас везде задействованы, поэтому они не могут оперативно там с ними отрабатывать. Но это вопрос решаемый. Потом основную работу, основные предписания не ФГУС делает, и основную бумажную работу делает Роспотребнадзор. Им нужна помощь, а не ФГУСу. ФГУС, ну, возможно, ФГУСу тоже нужно, но не в таком объеме. То есть мы взаимодействуем не с ФГУСом, мы взаимодействуем с Роспотребнадзором. Предписание мы получаем и постановление от Роспотребнадзора, а не от ФГУС. В части определение адресов может быть, но это вообще проблема базы данных, скажем так. Они вообще к нам по этому поводу обращаться и не должны. Опять же, привлечение волонтеров к персданным – это тоже такой себе вопрос. Это персональные данные граждан о их здоровье. Поэтому привлекать туда кого зря и просто так, я думаю, это маловероятно, возможно. То есть тут надо тоже смотреть. Советоваться нужно с ними двумя, то есть одновременно. Как им помочь? Тогда будет только конструктивное правильное решение. Да, и мы же знаем еще вот здесь, сюда же, в эту сторону, что эти структуры и Роспотребнадзор и ФГУС, они не принимают решения самостоятельно. Они работают со своим центром в крае, и только потом они дают согласие на какие-либо наши движения. Поэтому я и говорю, я проговорю. Алена Владимировна сейчас, к сожалению, на больничном, с Ириной Николаевной, Роспотребнадзоре, и с Ольгой Викторовной, ФГУС. Я переговорю сегодня же. Спасибо. Татьяна Анатольевна. Извините, можно, пожалуйста? Я уже прошу, прошу слова, ведь все дождаться не могу. Будьте добры. У меня Денис Юрьевич. Денис Юрьевич, вот врачи там все понятно. А скажите, пожалуйста, ответить. Медсестры, санитарки у вас хватает количества? Просто есть вот такие вот обращения тоже, да, непосредственно с госпиталем, где медсестры говорят, что на них по 30 пациентов, где времени им просто не хватает их обслужить. Идут люди устраиваться, да. Вот сейчас вот прочитаю прямо. Работник, да, Мамонтова, не берет никого на работу. Ну, я имею в виду медсестры. Там не врачей, никого. Вот как вот в этом стоят дела медсестры, санитарки? Хватает ли этого персонала для обслуживания больных именно в госпитале? У нас сформированы очереди по санитаркам, по сестрам и по врачам. То есть это очереди конкретно, кто хочет заходить. Вы, вероятно, столкнулись с тем моментом, что люди хотят попасть в госпиталь сами, но их не берут, потому что есть определенная последовательность. Понимаете? И они этим недовольны, что их не берут в госпиталь. Ну, там, понимаете, хоть и работы много, но и зарплаты там большие. И с этим я сталкиваюсь, ну, не ежедневно, но раз в неделю точно с такими жалобами. Поэтому система у нас отлажена в этой части. В госпитале по кадрам вопросы решаем достаточно оперативно, потому что уже некая база данных персонала для госпиталя у нас имеется. У нас большое напряжение именно по поликлиникам сегодня. Не, это конкретно вот обращение с работниками госпиталя, да, они обращались, что на них большая, то есть нагрузка лежит, что они реально не успевают. Работают даже, вот что-то скажу, в последнее время там 4 часа через 8 часов график какой-то вот у них. Что, ну, сами медсёстры жалуются. Факты, то есть у нас сформированы посты, 20 человек на посту, да, но если за ночь, что у нас сейчас происходит, поступает 30 человек однократно, извините, то есть мы на следующий день только вводим персонал, безусловно, определенные моменты перегрузок там присутствуют. Мы дополнительный персонал ввозим по мере необходимости. Там работа тяжелая, если там люди жалуются, ну, пускай выходят, у нас есть кем их заменить на самом деле, понимаете. Вот с частными случаями в этой военной ситуации мы разбираться не будем. Дмитрий Евгеньевич, Александр Петрович, давайте я тоже поясню. Смотрите, вы назвали фамилию Мамонтова, у нас есть такая старшая медсестра, возможно, это имеется в виду про наш госпиталь. Может быть, это однофамилец. Я вам так скажу, по санитаркам, по младшему персоналу у нас действительно проблем нет, и каждый день у нас очередь выстраивается, и она у нас уже достаточно большая, человек, наверное, 20 плюс в очередь на младший персонал. Средний медперсонал, да, действительно, дефицит есть и у меня, и у Дениса Юрьевича. Да, мы своими силами как-то плохо, бедно справляемся. Вот если по медсестрам, фельдшерам у вас есть желающие, мой сотовый телефон у вас есть, звоните, лично будем трудоустраивать и так далее. Со средним персоналом действительно беда, потому что заболевают, уходят на больничный и выходят не так быстро, как нам бы хотелось. Опять же, еще повторюсь, не каждый средний медперсонал, фельдшер или медсестра подходит для работы функционально в госпиталь. Приведу вам пример. Я об этом говорил на штабе в пятницу главе о том, что, например, есть фельдшер школьно-дошкольного подразделения, который 30 лет работает с таблеточками, меряет температуру и ведет журналы санэпид благополучия, но уже благополучно забыла, где вена, где артерия. Поэтому такого, конечно, медицинского работника допускать в госпиталь нельзя, чисто функционально. Но еще раз говорю, по среднему персоналу будем рады видеть в госпиталь, там у нас очередей нет и нагрузка действительно большая. Спасибо. Денис Юрьевич, у меня еще вопрос. Скажите, пожалуйста, по контактным больничный выдается с первого дня, как сам больной заболел? Нет, больничный выдается согласно постановлению, которое дает Роспотребнадзор. Там четко написано, с какого дня мы выписываем больничный лист прямо в самом постановлении. Но в постановлении все равно имеется в виду, когда заболел сам больной с этого дня. Я к чему задаю вопрос? Подождите, на больных, это про контактных я сейчас сказал. Да, 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 про контактных. Но больных вообще не выписываются. Больные лечатся. Денис Юрьевич, я сейчас, наверное, поконкретнее скажу. То есть мы выводим работников, если у них есть контактные близкие. Выводим и не понимаем им спец, этого дня будет больничный. А вы на каком основании их выводите? Мы их выводим, потому что у них определено уже по родственникам. Ну, если они определено, значит им присвоен статус контактный и у них имеется на руках предписание. Никаких других оснований от работника отстранить от работы у вас нет. Понятно. То есть им будет с этого дня больничный? Больничный будет, как будет прописано в предписании Роспотребнадзора. Хорошо, понятно. То есть самовольно отпускать сотрудников только без содержания вы можете, ну там какими-то своими рычагами. А официально, ну сказать, иди сиди дома просто так, жди больничный, так нельзя. Ну, то есть будут неприятности потом. Да, Ирина Владимировна, я тут поясню. С этим все сталкиваются. Это частый вопрос. Например, человек ходил на работу 2-3 дня и потом дали ему постановление, а оно задним числом. Так вот больничный лист будет от той даты по постановлению. И получается 2-3 дня, которые он ходил на работу, ему там работодатель никак не должен оплачивать. Вот из-за этого вся беда идет. Вот постановление приходит позже, дата стоит раньше, а работник говорит, что я ходил. Поэтому в данной ситуации тут только отстраняем по постановлению по дате. Спасибо, понятно. Здесь, видимо, вопрос был в том, что с какого дня статус контактный устанавливается. С момента, когда поставлен диагноз ковид к его родственнику, либо с какой-то другой даты. Я сейчас поясню, Евгения Юрьевна. На самом деле, вот когда сотрудники обзванивают Роспотребнадзора и готовят постановление, они спрашивают, с кем контактировали, когда контактировали. И вот из этого анамнеза, как мы, медицинские работники, говорим, от той даты, которую скажет, контактный, та и будет дата занесена в последующее постановление. Поэтому очень важный момент правильной информации на этапе взаимодействия пациента и Роспотребнадзора. Поэтому он должен потом понимать, какую дату он назвал, с кем контактировал. Ту дату он, соответственно, увидит в постановлении. Коллеги, еще раз. Вы же видите, в чем у нас проблема. У нас получается проблема, что Роспотребнадзор не успевает выдавать постановление. Нет больничных. Люди, которые контактные, должны ходить на работу. Вот она, выявилась проблема. Теперь мы не можем ее решить. Понимаете? То есть у нас есть, нет взаимодействия между Роспотребнадзором и конкретно больничным. У человека есть вирус, обнаружили его. Кто должен ему выписать больничный? Его семья должна ходить на работу. А у них там задержка на 2, 3, 4, 5 дней. В чем тогда остается вопрос? Вот и вирус дальше продолжает распространяться. А больничный ему не выдает, работодатель не оплачивает. Вы не путайте, пожалуйста, контактных с больными людьми. Это маленько разные категории лиц. На самом деле с больными отрабатываем медицинские организации. И первичные больничные. Как можно, ну, то есть там заминок больших нет. То есть получается консультацию. Все впервые выявлены пациенты. А таких у нас порядка взрослого населения в день 100 человек сейчас прибывает. Ежедневно по 100 человек. По четырем поликлиникам это разбрасывается. Первичные там вопросов нет. Мы обслуживаем их вовремя. И они, больничные лица, соответственно, получают без всяких вопросов. С того дня, с какого надо дня. Контактные лица. Это контактные лица, которые определяют, еще раз повторяем, Роспотребнадзор. Роспотребнадзор сильно зависит от работы ПГУЗа. Как они между собой оперативно сработают, так и не будет проблем. Как они могут оперативно сработать, если у них задержка 6-7 дней? Они не могут 500 обращений обработать целый день сегодня. Мы же сейчас про это сказали, что Татьяна Анатольевна с ними встретится. Почему мы к этому вопросу опять его поднимаем? Обсудит все вопросы и потом доведет, скажет, где узкое место, где мы сможем помочь совместно. Да? Депутатов в том числе. Денис Юрьевич, у меня такой вопрос. Смотрите, у человека выявился вирус. Он в течение недели отсидел, у него уже нет никаких признаков, но врач к нему не приезжает. Может он самостоятельно прийти в поликлинику и взять, пройти анализ какой-то, чтобы у него скорее вернуться к работе? Нет, не может. Денис Юрьевич, подскажите, пожалуйста, какие перспективы по медикам? Вы говорите, катастрофически в поликлиниках не хватает. Ну вот, допустим, наши студенты едут в Шарипово работать, а к нам кто-нибудь, кого-нибудь зовете? К нам-то откуда кто-нибудь приедет? Или мы ждем чисто выздоровления тех, кто болеет? Безусловно, в первую очередь, мы надеемся только на свои ресурсы и планируем, соответственно, по своей ресурсной работу. Но сегодня написали обращение в министерство, которые говорят о том, что создан резерв медицинских сотрудников. Ну посмотрим, какая будет реакция. То есть, если возможно, к нам кого-то отправят из резервы, из этих, ну, Красноярского. Но учитывая дефициты Красноярска, даже есть сомнения большие, что они кого-то отправят. Так, а еще уточните, есть проблемы с кислородом? И возможно, как-то здесь вам помочь? Ну, потому что к нам периодически пациенты госпиталя говорят, вот у нас по очереди нам дают дышать, у нас периодически проблемы случаются. Проблемы в установках или... Кислородом на сегодняшний день и ранее ни одного перебоя с поставкой кислорода не было. Насчет того, что кому-то дают, кому-то не дают, там есть определенные методики. Александр Петрович, как правильно это называется? То есть, это тренировка, тренировка перехода организма от кислорода к нормальной жизни. То есть, это как бы медицинская процедура, когда периодически забираем кислород, потом, соответственно, если человек не справляется, измеряется наполнение крови кислородом, кислород возвращается. Это называется тренировка. Денис, все верно. Это реабилитация и проверка резервных сил организма называется. Я еще добавлю по кислороду. На самом деле, по кислороду проблем нет, и в Ачинске, ни у нас, ни у Дениса Юрьевича могу подтвердить, проблем не было. Если пациентам вдруг не хватает кислородных точек в межрайонной больнице, то мы в телефонном режиме, Денис Юрьевич таких пациентов переводит к нам, так же, как это делает Назаровская районная больница. У них также развернут госпиталь, но если не хватает кислородных точек, а пациент подходит к моменту, что нужен кислород, у меня просто развернуто практически 100 точек кислородных. Соответственно, эти пациенты переводятся к нам. И здесь все идет по согласованию, и не вижу здесь проблем для города Ачинска. Мы два учреждения здесь в этом моменте очень хорошо взаимодействуем. Ну, видимо, это надо людям объяснять. А то они думают, что у них отбирают. И они носятся, все бегают, персонал, где более тяжелым. И каждому объяснить, что вы тренируете легких, у них просто не хватает времени чисто физически. Нет, все верно говорите. Давайте мы как сделаем. Со своей стороны мы на сайте учреждения и в СМИ выдадим информацию по лечению показаниям кислорода, да, то есть и что это, для чего и так далее. Я думаю, что это тоже очень важный момент, чтобы вот эти убрать лишние в соцсетях какие-то моменты, какие-то, ну, я понял, мы это отработаем. Друзья, можно сказать, подождите, пожалуйста. Вот я хочу сказать, жители города до сих пор относятся к халатным, когда соблюдают меры ограничения. У нас есть положительный тест, и мы видим даже по своим медучреждениям, они к нам приходят на приемы посещения. Татьяна Анатольевна, мне бы хотелось бы обратиться к вам, чтобы вы взяли у них статистику, сколько Роспотребнадзор наказал жителей города Ачилска, Ачилского района. Потому что мы говорим, больницы не справляются все, а они, имея больничный лист, ходят по лентам весь день, даже в медучреждении. И отсюда идет разнос вируса, вот прямо как грядой. Об этом никто не говорит о профилактике почему-то. Только говорим, когда уже плохо, когда надо делать КТ или попасть в реанимацию. И те же самые контактные ходят. Владлен Иванович, я услышала ваше поручение, но в среду, когда проходит штаб, и Роспотребнадзор, и полиция отчитываются еженедельно, сколько административных дел было заслушано, и сколько штрафных санкций выписано, применено. Действительно, и полиция, и Роспотребнадзор штрафуют людей за это. Но на сегодняшний день, вот я сегодня буквально с Брянским разговаривала по поводу рейдов по квартирных, по людям, которые должны находиться на самоизоляции в связи с тем, что они контактные, либо им выписано постановление. Вот буквально две недели назад такие рейды еще проводились, а на сегодняшний день, вот за прошлую неделю таких рейдов не было, все у того, что очень большой процент заболевших среди самих полицейских. Точно такая же ситуация в Роспотребнадзоре. Ходить иным структурам по квартирам, но не имеет смысла в том плане, что люди не имеют права выписывать протоколы. Услышала, нас в следующую среду будет заседание штаба, эту информацию продублируем, посмотрим, что еще можно сделать в таких случаях. Но то, что профилактическая работа ведется на всех каналах, все, что не включи, какую газету не открой, про это пишут и говорят. То, что осознанность у людей еще достаточно низкая, тут я не поспорю, еще какие придумать меры, потому что и наказание уже есть, и судебные дела уже есть. Ну вот, констатирую факт, какой вы констатировали. Татьяна Анатольевна, можно вопрос тоже задам? Вот смотрите, на штабе был такой вопрос о том, что было совещание под председательством нашего первого замопредседателя, подкорытого Алексея Викторовича. Было дано по красноярскому поручение по системе «Безопасный город». Скажите, у нас в городе Ачинске это вообще реально или у нас нет этой системы и можно эту тему забыть и не открывать? Вот, Александр Петрович, вот буквально сегодня, по-моему, без 10-12 разговаривала с Дмитрием Павловичем Брянским, когда говорила о том, что в Красноярск эту систему нам презентовал на прошлом заседании ВКС, Минздравом, что в Красноярске это работает. Как можно эту ситуацию развернуть на наш город? На что получила пока устный ответ, хотя сейчас письменный тоже на них бросаем. На сегодняшний день никаких распоряжений по полиции краевой не было по этому поводу. Он сказал, что он сегодня будет уточнять, что там в Красноярске делалось, не только с моих слов. На штабе вернемся к этому вопросу в среду. Татьяна Анатольевна, можно еще вопрос? Вот, слышно меня? Да-да-да, я только не помню. Касаемо, подбежу дальше, вот по режиму самоизоляции. У нас же школы сейчас находятся на дистанционном обучении с ученики там с 5 по 11 класс. А я так понимаю, что кружки, секции спортивные, то есть там и в школах работают где-то, то есть об этом и соцсети тоже бурлят. С этим как-то вопросом, то есть, ну, и так же ребятишки и контактные ходят на эти кружки, потому что, ну, есть родители, которые прямо считают, что если ребенок у них пропустит кружок, то будущего у него не будет. Этот вопрос как-то будет решаться? Ну, он вообще решается в связи с тем, что мы вывели школы 5 и 11 классы на дистант на две недели. У нас часть школ уже неделю на дистанте находится, и вот сегодня 7 учреждений вышли в дистантную форму. Что касается дополнительного образования, указом губернатора дополнительное образование не приостановлено. Но при этом, вот я сама на планерках, разговаривая с руководителями спортивных школ и с руководителями различных, господи, различных кружков по культуре, проговариваю ситуацию, что мы принимаем те же превентивные меры, какие мы принимаем в школах. Это и работа рециркуляторов, и термометрия обязательно, и дезинфекция помещений, где проводятся занятия по дополнительному образованию. При этом, простите, у нас мы обмениваемся базой информационной с спортшколами и с культурой. Если ребенок выведен из учреждения общеобразовательной школы на карантин по ковиду или по ОРВИ, этот ребенок, фамилия передается, этот ребенок не посещает спортивную секцию и не посещает кружки, секции и кружки в культуре. Поэтому мы стараемся обмениваться полностью информацией и не допускать до занятий ребят с малейшими признаками респираторных заболеваний. В связи с этим, например, в доп. образовании у нас в планете талантов уменьшилось количество посещающих, но больных детей нет. На законодательном уровне, пока на краевом этот вопрос не принят, занятия не ограничены, поэтому продолжаем работать, но с превентивными мерами. Коллеги, мы сегодня поднимали тему о том, что в медицинских учреждениях не хватает больничных поек, которые привезли НПЗ, АГК, не хватает матрасов, огромное количество пациентов поступает. Кто-нибудь может ответить по питанию, как люди обеспечены питанием, какое качество питания для взрослого населения? Может, нужна какая-то общественная помощь для тех врачей, какие-то тортики передать, может, какие-то продукты. Можно было бы нам соорганизовать вот эту работу и обеспечить тех людей, которые у нас сегодня болеют в больницах, какими-то первыми вкусностями даже тех врачей, которые работают сегодня на благо жителей города. Можно немножко добавлю, Максим Николаевич, да? К нам есть обращение, вот в ковидном госпитале все говорят, большое спасибо, там питание хорошее, а вот в других городских больницах, где тоже лежат люди, не ковидные, но там тоже пациенты и тоже врачи, вот там говорят, что мясо не привезут, то колбасы там нет, то еще, вот там перебои с питанием, как нам жалуются, есть. Можно ли и в те больницы тогда? А можно я сразу отвечу? Вперед, Денис Юрьевич, чуть-чуть я пережу. Смотрите, на самом деле идея хорошая и правильная, и когда у нас начиналась ковидная вся ситуация в мае-июне, у нас активно эта вся ситуация шла, и помогали медперсоналу, и тортики приносили, и пирожки пекли, и все было хорошо. То, что касается ковидного госпиталя или не ковидного, но у нас это, по сути, одно здание, поэтому у нас отдельное крыло для не ковидных, экстренных, неотложных, для детей, и поэтому у нас один пищеблок, и такого быть не может, что мы кормим кого-то хорошо, а кого-то плохо. Один пищеблок, одна смена, которая не может кому-то плохо или хорошо. То, что касается идеи, на самом деле мы только за, если будут такие акции проходить, с точки зрения, ну кто-то привезет кому-то морковку, мешок, картошки, мясо и так далее, все это пойдет в дело и для ковидных, и для не ковидных пациентов. На самом деле такую акцию можно запустить, и я думаю, что жители, так же, как и с автотранспорта, могут активно включиться и в эту работу. Ответственных мы для себя просто должны определить, да, приемка, это понятно, что пищеблок, а не ковидные там входные группы госпиталей и так далее. То есть я только за это предложение, если мы это хорошо осветим, правильно подадим эту информацию, то я думаю, что питание неплохое, если оно будет лучше, только за. Александр Петрович, тогда сразу определитесь, кому звонить, куда доставлять, чтобы, как у Лилии Владимировны, не случилось, бегаешь и ищешь, куда кому доставлять. Завтра до 9 утра мы определимся, потому что смена у старшего повара у нас заканчивается, поэтому завтра до 9 утра мы информацию вам дадим, кто ответственный, куда и что. Хорошо. Александр Петрович, можно я вам скажу по поводу этих продуктов, непродуктов? Нельзя все продукты под рад принимать от населения. Вот правильно, правильно. Мясо просто так принимать нельзя, так же, как и молочные продукты. То есть тут нужно это все согласовать с дед врачом, с дед сестрой. Все продукты мы принять не можем, там часть требуется сертификат, основная часть по сути. По овощам, вот я сомневаюсь, можно ли их принимать просто так. А вообще помощь просто от людей в госпитале, это в госпитале, либо просто, это можно людям. Но с пищеблоком, понимаете, это зона ответственности, такая уже нас с Александром Петровичем, в части того, чтобы не было каких-либо проблем со здоровьем людей. Чтобы не получилось сейчас, а то сейчас акцию эту объявить, люди начнут нести, и эти продукты просто потом нет, будет возможности до людей донести, так скажем. Потому что начнут там и морковку, и помидоры, которые, ну нельзя, они же должны проверку пройти, там Роспотребнадзор, что они там качественные, некачественные, на каком огороде они там выросли. А если это будет... Дмитрий Евгеньевич, все верно говорите, но я скажу, здесь 50 на 50, правда и на нашей, на вашей будет стране. Во-первых, мы сначала отработаем перечень. Понятно, заведомо продукты, которые есть риск, мы их включать в список перечень не будем, с этим отработаем. Но с другой стороны, если как положено, то вы нам ничего вообще никогда ничем не поможете, ни матрасами, ни морковкой, ни чем-то остальным. Поэтому, конечно, это зона ответственности руководителей, которые берут на себя участие в этих акциях. И, конечно, наверное, шеф-повара, которые принимают эти же крупы, продукты, подсолнечное масло и так далее, я вас уверяю, что они принимают у тех же предпринимателей, и только при проверках Россельхознадзора мы случайно узнаем, что там что-то так или не так. Поэтому это зона ответственности руководителей. Я на себя такую ответственность готов взять. Я просто говорю, что перечень нужно сделать. Если вдруг нужна будет лаборатория, я точно знаю адрес лаборатории, кто работает с нами, мы давайте свяжемся и договоримся об их услугах. Если нужно будет проверить продукты и выдать сан заключение какое-либо, то они находятся рядом с вами, через них сразу к вам, чтобы вы были подстрахованы со всех сторон. Вот и все. У нас есть масса продуктов, которые упакованы и продаются. Никаких сложностей, я считаю, что там быть не может. Уважаемые коллеги, я просто в продолжении. Вот у нас же первая компания была, когда мы помогали, когда мы вывозили там чай, кофе, печенье, еще какие-то вещи, которые упакованы. Поэтому вот из личного опыта связываешься с зав. отделением, спрашиваешь, что там нужно и врачам, и тем, кто лежит в больнице. Вот сегодня от нашего имени я отвез микроволновку и два электрических чайника для того, чтобы могли и подогреть, и чаю попить. Поэтому было бы желание, а как это сделать, мы найдем с вами. Понятно. Вопрос можно один? Скажите, пожалуйста, а сколько у нас поставщиков кислорода? Подстраховка какая-то есть в случае какой-то аварии или чего-то, чтобы заведить друг друга? У нас два поставщика и запас кислорода баллонов у нас, соответственно, на три с половиной недели с учетом ста коек, коечного фонда. И еще у нас есть криососуды, которые заменяют один криососуд, 25 баллонов. У нас работает таких две системы. То есть у нас две системы, подсистемы и два поставщика. И запас у нас три с половиной недели. Александр Петрович, а что у нас с ковидным госпиталем новым? Вы открываете его? Для облегчения. Давайте эту тему. Мы бы хотели его открыть уже вчера. Я здесь каждый день и вчера, и позавчера бываю. На самом деле здесь зашли специалисты Центра гигиены. Сейчас ведутся замеры по всем физическим параметрам вентиляции и все остальное. Практически уже на 25 раз там все домывается. Опять мы ходим, мараем, опять отмывается. Расстановка идет оборудования. Но пока мы не получим, мы думали, что все-таки мы задействуем госпиталь до получения бумаг официальных разрешительных. Нам сегодня официально, так скажем, пришел документ, который говорит о запрете открытия без получения санитарно-эпидемиологического заключения. Поэтому будем ждать. Примерно сегодня проговорили с Центром гигиены, что они в течение 10 дней будут проводить все виды, так скажем, и замеров, и выдавать результаты по результатам своих замеров. Поэтому, честно говоря, прогностически это, наверное, дней через 10. Но от нас уже здесь ничего на самом деле не зависит. Ждем бумаг. А это именно Ачинский Роспотребнадзор у вас сходит, проверяет? Да, Ачинский филиал Центра, не Роспотребнадзор, а Центра гигиены. Для начала выдает экспертное заключение. А затем Роспотребнадзор тоже Ачинский будет выдавать санитарно-эпид заключение. А после этого лицензию будет выдавать Министерство здравоохранения. Но с Министерством мы решили, что как только появится у нас пакет документов от Роспотребнадзора, день в день мы делаем лицензию и открываемся. Поэтому про дату сказать не могу. Вокруг госпиталя, могу сказать, ведутся благоустроительные работы, благоустройства. Но оно, опять же, нам бы не мешало никаким образом открыться уже вчера. Ну вот, ждем бумаги. Так вот, с кем надо общаться по поводу того, чтобы ускорить процесс? У нас что, по-другому, что у Роспотребнадзора есть свои регламенты, и там антикоррупционная составляющая. И если по закону, то это время займет 30 плюс 45 дней. Посчитайте, сколько это будет? Да, Денис Юрьевич, все верно. И одни, и вторые вместе там получается до 60 дней антикоррупционная. Но есть моменты, мы уже на уровне правительства, будем так говорить, решаем вопрос об ускорении. Вот это только так. Да, но это первый выход. Но второе, мы должны понимать, что, например, замеры вентиляции приточно-вытяжной системе, замеры, они делаются быстро, а результаты лабораторные, они должны там высеять, не высеять. На это тоже уходит определенное время. То есть там лабораторная диагностика, которую не ускоришь. Плюс еще и могут быть замечания. Да. Очень печально. Понятно. Если вам передадут газели... Коллеги, ну давайте уже будем завершать, это все-таки вопросы уже такие частные. Мы поняли. Поняли, что по газели все понятно. Это нужны, Денис Юрьевич, или не нужны? Да, конечно, мы заберем. Ну, в смысле, то есть надо контакт, с кем мы отработаем, там есть два возможных формата передачи, с водителем, без водителя. То есть надо обсудить с кем-то, ну, мне нужен телефон, с кем мне поработать в этом направлении по газели. Андреич, у нас пропал куда-то такой. Нет, не пропал. Одна газель всего, да, у вас? Нет, Татьяна Анатольевна, еще раз, мы с вами давайте проработаем. Я не заказываю их в Ачинском транспорте. Каким образом Ачинский транспорт может передать их? Александр Юрьевич, я с вами свяжусь сейчас после совещания, и мы с вами оговорим, я вам скажу, все процедурные моменты. Все, значит, в сегодняшний день мы заказываем, как бы, ежедневно от трех до четырех единиц. Они каждый день работают у нас. Если мы от них отказываемся, не берем, они высвобождаются, я так понимаю. Мы сейчас обговорим с вами этот вопрос сразу же, и с Денисом Юрьевичем свяжемся. Все хорошо. Вопрос, кто будет платить за них? Ну, это тоже говорить. Да, да, обговорить это уже позже. Коллеги, мы сегодня рассмотрели основные актуальные вопросы. Ирина Владимировна. Еще есть? Да, я хотел бы еще раз. Вопрос, конечно, на уточнение. Вот хотел бы еще раз обратить внимание на то, что говорит Максим Николаевич Шпаков. Он говорит о том, что с момента контакта с заболевшим ковидом, да, значит, до выписки постановления, которое выписывается за опоздание, человек фактически вынужден ходить на работу, посещать общественные места и, являясь в то же время, в высокой степени инфицированным. Я бы вот здесь, наверное, хотел бы еще раз на этот же момент заострить внимание о том, что нам нужен какой-нибудь нормативный акт, который бы позволил человеку совершенно безопасно для своего рабочего места, для себя лично, все-таки не посещать рабочее место в то время, пока у него с момента контакта до момента выписки этого постановления, значит, не прошло это время. Может быть, какой-то нормативный акт нам нужно на краевом, может быть, уровне даже принимать или с какими-то работодателями основными хотя бы работать, чтобы они могли им предоставлять, может, отгулы, отпуска, какой-то формуляр определенный заполнять или форму и направлять его в этот центр гигиены, который бы выписывал постановление, пока у нас там нету контактного центра, пока телефон перегружен и так далее. Вот такое у меня замечание. И хотелось бы все-таки от наших госпиталей и наших центров инфекционных получить именно реальную потребность, может быть, матрасы, кровати, постельное белье, где-то это бы список актуализировался в случае того, чтобы мы были готовы, например, помочь, когда, если будет ситуация усугубляться. У меня все. Будем встречаться и обсуждать. На сегодня завершаем. Всем спасибо за работу. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok